Два обогревателя и те не помогают. Жители 24-го дома в поселке Селекция замерзают в своих квартирах. За окном минус 9, а в угловой комнате столбик термометра еле поднимается до плюс 18. В октябре этот дом обследовала комиссия теплоснабжающей организации. Еще тогда температура в этой угловой комнате была от 17 до 19 градусов. Однако энергетики заявили, что теплоноситель на вводе в дом соответствует всем нормативам. Чтобы тепло дошло до всех жителей, управляющие компании поручили отрегулировать систему отопления внутри дома. Шайба – это сужающее устройство, с помощью которого регулируется подача отопления в дом. Находится оно на улице. Жители утверждают, что диаметр этой шайбы летом был 15 миллиметров. К зиме его уменьшили в половину, а после недавнего обращения опять увеличили до 11 миллиметров. Нам шайбу на дом не надо. Ее надо снять. Или на время, или навсегда. Снять на время почему? Посмотреть, как пойдет тепло по всему дому. Пройдет оно или нет. Если оно не пойдет, значит причина в другом. Конюхов сказал, можно снять на 7 дней, но они на 7 не хотят снимать. Ни в какую. А почему? Ну этого я не знаю. В Кстовских тепловых сетях нам пояснили, что увеличить шайбу они могут, но при этом в первом подъезде будет очень жарко. Тепло до второго подъезда может снова не дойти из-за проблем с внутренними коммуникациями. Решить их управляющая компания должна была еще давно. В прошлом году им было выдано предписание, что нужно наладить, но они его не выполнили. В данном доме из-за этого проблемы. Жителям нужно обратиться в управляющую компанию, и, соответственно, о нас напишут письмо, и мы там в течение одного-двух дней еще увеличим это сужающее устройство, если там действительно подтвердится, что там температура не такая, какая необходима. По АЛТ-плюс будет к себе. Неся дополнительные расходы, компенсируем недостатки работы управляющей компании, которые должны были сделать работу свою. Во время отопительного сезона эта проблема кардинально не решится, говорят энергетики. Для того, чтобы отрегулировать внутридомовую систему отопления, необходимо сливать весь дом. Сделать это можно только летом, а пока жителям необходимо как можно скорее обращаться в управляющую компанию. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ночную температуру до минус 16 градусов.